Привет, CarProject! Я дизайнер Юлия Горшкова, и сегодня я покажу вам мой новый проект панорамные апартаменты с уникальным видом. Главную идею проекта продиктовало расположение здания. Это ЖК Match Point. Из окон открывается просто великолепный вид на Поклонную гору и Парк Победы. Завораживающий масштаб хотелось перенести из экстерьера в интерьер и сделать его продолжением. Исходя из этой идеи, в гостиной я сделала барельеф с бегущими конями, как отсылку к триумфальной арке. Этот барельеф можно увидеть в пространстве между кухней и гостиной. Со стороны кухни у нас другой барельеф с птицами. Его поддерживают флористические мотивы в виде молдингов. Это не случайно, так как на месте Парка Победы ранее располагался сад. Чтобы передать в интерьере дух и историю места, я использовала классические приемы, такие как кессонные потолки, декоративные молдинги. Хотелось придать интерьеру французское настроение и не использовать стандартный паркет елочкой. Еще одна отсылка к французским интерьерам это камин. У нас есть не только декоративная часть из натурального мрамора, но и действующий биокамин. Важна была эстетическая составляющая и безопасность. Именно поэтому мы выбрали натуральный камень. У квартиры очень удачная планировка для классического решения. Мы имеем единую ось кухни и гостиной, симметрию, красивый портал с откатными дверьми. Двери выполнены из рифленого стекла, что помогает пропускать свет в зону гостиной и отделять одно пространство от другого. При этом интерьер нельзя назвать классическим. Учитывая характер заказчицы, хотелось привнести более дерзкие предметы дизайна. Например, комод волна. Хотелось усложнить его и использовать разную отделку в деталях. Например, шпон и корень дуба. Комод контрастирует с прямыми классическими элементами молдингов и является, пожалуй, самым акцентным предметом в гостиной. Рядом стоят забавные стулья зайца. Когда мы обратились в мебельное производство, нам сказали, что это авантюра и мы не знаем, что получится в итоге. Путем экспериментов мы пришли к тому, что спинка стула заваливалась и она была крайне неудобна и неустойчива. Спустя некоторое время мы пришли к идеальной форме, которая устроила нас как по внешнему виду, так и по эргономике. Если главным акцентом гостиной стал комод, то центральной частью кухни стал обеденный стол Теодор Александр. Поиски стола длились достаточно продолжительное время, однако тот самый идеальный стол был найден в шоуруме случайно. Как оказалось, он пришел с выставки в США в единственном экземпляре и мы сразу же решили взять его на примерку. Конечно, на этом варианте мы остановились, а как рассказал менеджер позже, этот стол хотели заполучить многие, но купить удалось только нам. Субтитры создавал DimaTorzok Общая площадь квартиры 110 квадратных метров. Изначально это была бетонная коробка. На данный момент мы имеем такое планировочное решение. Из коридора мы попадаем в прихожую с оборудованными зонами хранения. Вся техническая часть спрятана в первой половине квартиры, а именно гостевой санузел и постирочную. Из прихожей мы попадаем в гостиную через аккуратную латунную арку, которая формирует у нас вид на МГУ. Нужно отметить, что потолок гостиной разделен на две части, а именно гипсовая лепнина, которая подчеркивает видовую точку и усиливает восприятие вида, и кессонные потолки, занимающие вторую часть гостиной. Все помещения находятся на единой оси. Это позволяет нам подчеркнуть классическую планировку помещений. Ось помещения задает вытяжка. Именно по ней выстраиваются основные помещения и мебель. Нам повезло, что все окна квартиры выходят на одну сторону. Таким образом мы можем разграничить пространство на три зоны. Входная зона, гостевая зона и личная зона. Через скрытую дверь у гостиной мы попадаем в мастер-блок. Мастер-блок состоит из мастер-спальни, просторной гардеробной и достаточно большим санузлом. Именно здесь мы повторили прием с аркой. Здесь их три. Именно они отделяют мокрые зоны от основного помещения. Подробнее планировку смотрите в телеграм-канале The Cover Project. Вид из окон настолько красив, что мы не хотели его закрывать. Мы использовали рулонные шторы, чтобы защитить квартиру от солнечных лучей и не допустить перегрева. Что интересно, рулонные шторы управляются с пульта и не требуют дополнительных электрических выводов. Шторы в традиционном понимании мы использовали только в мастер-спальне. Чтобы разбавить активную ручную роспись обоев, мы выбрали однотонные шторы из дикого натурального шелка. В процессе поиска обоев для мастер-спальни в одном из мебельных шарумов заказчицы очень понравились бра. Как оказалось впоследствии, это винтажные бра 1960-х годов. К сожалению, они не продавались. И вот мы приступили к поискам тех самых бра. И это заняло у нас достаточно продолжительное время. И только спустя полгода мы отчаялись и стали подбирать примерно похожие модели. Когда мы уже оплатили максимально подходящий вариант, случайно заказчица находит в винтажном магазине именно эти бра. И сразу мы, конечно же, вернули деньги, вернули товар. И на следующий день мы стали обладателями тех самых идеальных бра, которые мы искали полгода. Сегодня эти бра заняли свое место в прихожей, но обратить внимание стоит на еще один интересный момент. Здесь мы объединили две классические двери порталом, что позволило нам уйти от раздробленности помещений и создать красивую композицию. Кстати, в квартире все двери разные. Помимо классических моделей в прихожей, мы использовали раздвижные двери в гостиной и двери скрытого монтажа в мастер спальне. Там на маленьком участке их целых три. Две из которых мы оформили шпанированными панелями, а одна стала продолжением росписи обоев. Интерьеры с классическими мотивами могут быть нескучными. Для этого нужно уделить особое внимание предметам мебели. Но будьте готовы, за ними придется погоняться, а некоторые вовсе изготавливать самостоятельно и экспериментировать. Главное – вести диалог с заказчиком, не останавливаться на малом и идти в своих поисках до конца. Продолжение следует...